В Челябинске прошел Славянский научный собор. Главная его задача – осмысление наследия равноапостольных Кирилла и Мефодия. Вот уже 12 лет в проекте принимают участие преподаватели вузов, ученые, священнослужители, представители общественных движений. А в нынешнем году впервые в рамках собора состоялась встреча представителей православных и светских молодежных организаций. Этот собор превратился в фундаментальный проект, который объединяет не только научную часть, но и, как видите, у нас сейчас проходит различная образовательная, культурно-образовательная программа. И вообще ряд очень интересных мероприятий, которые объединяют и священство, и ученых, и представители общественности. Перед началом заседания собравшимся показали видеообращение митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана. Архипастр пожелал научному собору плодотворной работы и призвал на его участников благословение Божие. Доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков выступил с обширным сообщением. Ученый рассказал о первом епископе самостоятельной Челябинской епархии при освященном Гавриле Чапури. Я бы не сказал, что это рядовой архиерей, как их было немало в ту смутную эпоху, поскольку его в эмиграции считали человеком с толпом православия, православной науки и православной литургики. Затем доктор культурологии профессор Чигаки Наталья Васильевна Суленева сделала сообщение на тему «Символическая природа образа книги в древнерусской живописи». На ряде примеров она показала, что книга в живописи является своеобразным визуальным выражением молитвы. Когда официальная часть кончилась, на сцену вышел речевой хор. Студенты Чигаки исполнили стихотворение Максимилиана Волошина, в котором поэт призывает Россию к духовному возрождению. Не рассыпалось, не расплавилось, не расплескалось, чтобы мы его, Сорство Русское, обгульбель, не разгуляли, обпляс, не расплесали, обзаргавали, об словах, не разговорили, обво сне, не расхватали. Затем архиерейский хор Свято-Симеоновского кафедрального собора исполнил для участников конференции ряд преснопений, являющихся жемчужинами русской духовной музыки. Кстати, регентом архиерейского хора является доцент Чигаки Екатерина Анатольевна Коробейникова. Это человек, который осуществляет повседневное соработничество епархии и вуза. Достаточно сказать, что из моего личного класса, из семи студентов, четверо поют в нашем хоре. И это как бы пример, когда человек не только, не просто учится неизвестно для чего, но он уже получает смежную профессию. Потому что мы знаем, что церковный музыкант, он должен обладать еще дополнительным набором профессиональных компетенций для того, чтобы осуществлять свою деятельность. И наши студенты вот таким образом, они получают не просто светский диплом, но они получают как бы, ну и кусок хлеба, и еще одну профессию, которая, возможно, станет их призванием. Субтитры создавал DimaTorzok